Библейский портал экзегет.ру представляет Четвертая глава пророка Иеремии для библейского портала Экзегет, а перевод Луки Маневича. В конце третьей появляется тема покаяния, когда те, кого призывает Господь, отвечают, что они хотят вернуться, что они поняли, что предки тратили впустую свои силы, что они приносили в жертву овец, коров, и, кажется, даже сынов и дочерей, мерзости языческим богам. И вот, собственно говоря, как должно выглядеть покаяние в четвертой главе описано. «Если ты, Израиль, вернешься, — говорит Господь, — если ко мне вернешься, мерзости своей предо мной отринешь, блуждать перестанешь. Если ты поклянешься истинно справедливо и праведно жив Господь, тогда благословятся тобою, народы тобою хвалиться станут». Это повторение обетования Авраама, благословятся народы, то есть другие народы получают благословение через Израиль. «Ибо так говорит Господь людям Иудеи и Иерусалиму. Пашню новую себе вспашите, среди тернии не сейте». Вот что такое покаяние? Это новая пашня, когда что-то заросшее оставляется, и пашут рядом с ним, новое сажают. «Ради Господа сделайте себе обрезание, обрезание сердца совершите». Обрезание, понятно, что это обрезание крайней плоти, но обрезание сердца, соответственно, внутреннее изменение, а не внешний признак. «Люди, Иудеи, жители Иерусалима, чтобы ярость моя не разгорелась, как пламя, как пожар, который никто не потушит за все злодеяния ваши. Расскажите, Иудеи, в Иерусалиме поведайте, возвестите, по всей стране в рог трубите, во весь голос кричите». Вот покаяние – это еще публичная вещь, да, то есть меняется поведение, и это для всех. «Говорите, пойдем, соберемся в городах укрепленных. Знак всеону – подайте, бегством спасайтесь, не стойте, ибо с севера приведу я горе великие беды». И одновременно с покаянием наказание, казалось бы, как странно, да? Но две темы связаны, то есть, похоже, пока все в порядке, никто, кажется, не собирается. Когда все начинает быть не очень хорошо, то вот тогда можно обсуждать, что, собственно говоря, было плохо в прошлом, почему оно так возникло. «Поднимется лев из чащи, губитель народа в путь пустился, из логова своего вышел, чтобы землю твою превратить в пустыню, города твои будут разрушены, жителей в них не останется. «Потому оденьтесь в рубище, рыдайте и плачьте, ибо нас не минует яростный гнев Господень». В тот день, говорит Господь, сердце саря замрет, и сердце вельможи, священники в ужасе будут, пророки оцепенеют. И сказал его, Господи, Боже, неужели, сказал ты неправду народу, всему жителям Иерусалима, обещав, что мир наступит, неужели меч поразит их насмерть? Вот Иеремия даже практически спорит с Богом, говорит, смотри, ты обещал мир, а ты сейчас обещаешь бедствие. «В то время, сказано будет народу, всему жителям Иерусалима, ветер жгучий, с голых холмов пустыни налетит на дочь моего народа. На таком ветру зерна не провеять». Да, зерно виле на ветру, на легком таком бризе, зерно тяжелое падало вниз, легкую шелуху выдувал ветер. «На таком верну зерна не провеять, отмеки на зерно не очистить, слишком он сильный. По воле моей он примчится, вот тогда мой суд я свершу над ним». То есть ветер, сильный ураганный ветер, образ ветра, который сносит все. Вот уже грядет некоторое бедствие, которое уничтожит все целиком полностью. Это, конечно, имеется в виду гибель Иерусалима в начале VI века. «Поднимется он подобно тучи, колеснится его, как вихрь, его кони орлов быстрее. Горе нам, мы погибли. Иерусалим сердце свое от зла очистит, тогда спасешься». Вот смотрите, одновременно это предупреждение о беде, и последние-последние призывы, которые повторяются, 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 к покаянию, но явно не имеют большого успеха. «Сколько будешь еще лелеять мысли злые?» Раздается голос Дана, весть о гибели с гор Ефрема, это племена северного израильского царства. И они, соответственно, северные, поэтому они первые видят нашествие с севера. «Объявите о том народам, расскажите в Иерусалиме, идут полчища из страны далекой. Над городами Иудеи клич их раздается. Словно стражи полей столицу они обступили. Ибо против меня она восстала, говорит Господь. Дела твоей поступки тебе принесли все это, злодейство твое. Вот причина, что сердце твое истерзано горем. О, сердце, сердце, изнемогает сердце от боли, рвется оно на части, и не знают покоя, ибо голос труп, душа моя слышит, боевые кличи. Беда за бедой приходит, вся страна разграблена. Пали шатры, внезапно жилище, мгновение ока. Доколем не видит знамена, слышит голос труп. Ну вот, описание этого нашествия, и глазами человека, который смотрит на него где-то изнутри осажденного города, страны, которая подвергается завоеванию. И ответ свыше. Мой народ безрассуден, меня не знает. То есть, его спрашивают, когда все это закончится, и зачем же так ужасно. Он говорит, а мой народ меня не знает, в этом проблема. Словно глупые дети, разум они не имеют, умны лишь на злодейство, добро творить не умеют. Я посмотрел на землю, она безвидна и пуста. Те же самые слова, которые в начале рассказа о сотворении мира в самых первых строках Библии. То есть, добро творить не умеют, еще вот как бы не отделено свет от тьмы, добро от зла, и все в состоянии первобытного хаоса. И это люди, прежде всего народ Божий, который довел до такого. Взглянул на небо, там нет света. Вот продолжение истории о мире, который как бы еще не сотворен. Впавший в греховность мир, он начинает жить как мир до сотворения. Как будто его еще нет. Я посмотрел на горы, они дрожат, все холмы трепещут. И увидел я, что нет ни единого человека, разлетелись небесные птицы. Вот и ни птиц, ни людей, да, вот этот мир до сотворения. Увидел я, цветущий край превратился в пустыню, каждый город его разрушен по воле Господа, вот его гнев и ярость. То есть, отношение врага как рассотворение мира, как возврат пусть не всей вселенной, но вот этого конкретного уголка, вот этой страны, в состоянии, в котором мир был до сотворения, в какие-то самые первые его минуты. Так говорит Господь, вся земля эта станет пустыней, полностью ее уничтожат. Потому земля зарыдает, почернеет высокое небо. Я произнес решение, не передумывая его исполнен. Всадники и лучники кричат. Города обращают в бегство. Убегают жители, в чаще уходят в горы. Все города опустили, ни души там не осталось. А ты, истерзанная, что станешь делать? Одевалась ты в пурпур, наряжала снаряды золотые, подвозила глаза с сурьмою, но напрасно ты украшалась. Это, конечно, обращение вот к этой блудной женщине, в которой, собственно, мы видим образ Израиля, оставившего верность своему Богу. Те, кто блудил с тобою, но и не тебя отвергли, смерти твоей желают. Крики слышу, будто женщина рожает, первенца рожает в муках, стоны дочери Сиона раздаются, простирает она руки. Горе мне, предубийцами я бессильна. Ну вот, соответственно, эта женщина, она оказалась жертвой грабителей, насильников, убийцы, сама за себя постоять не может. А в следующей пятой главе будет развитие этой мысли о том, как, собственно говоря, израильтяне могут вернуться к Богу и что препятствует этому возвращению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok